И всем привет, с вами Росиксон, и сегодня будет видео про социальные сети Биржи Гейт.io. Напомню, я уже сделал более 30 видео о Бирже Гейт.io, Бирж Гейт.io входит в топ-10 бирж, и спасибо Бирже Гейт.io за поддержку. И кстати, перед тем, как мы узнаем о социальных сетях и бирже, переходите в мои социальные сети, а именно Телеграм, потому что, во-первых, Ютуб могут заблокировать, во-вторых, в Телеграме у меня много информации, которая просто нет на Ютубе, и которую нельзя выложить на Ютуб, потому что информация может усталеть буквально за 10 минут, но если вы ее сможете использовать вот за эти 10 минут, то вы сможете неплохо заработать, или нет, в общем-то, переходите по ссылочке. А также, если вы по какой-то причине не зарегистрировались на Биржи Гейт.io, то вы сможете это сделать по ссылочке в описании, и получить вечную и максимальную скидку более 20%. О, Гейт.io много социальных сетей, начиная с популярного Телеграма, ну и заканчивая какой-то юзнокорейской компанией Какао. В общем, я расскажу в этом видео, какими социальными сетями я пользуюсь, и почему. На выбор дается Дискорд, Ютуб, Инстаграм, Фейсбук и тому подобное. Также узнаем плюсы и минус этих социальных сетей. Такс, начинаем. На официальном сайте Гейт.io представлено большое количество сообществ Телеграма. Каждый из них отличается друг от друга только языками. Нас же интересует русскоязычный чат. Так, скопируем ссылку чата и вписываем ее в адрес, как показано на видео, и переходим в Телеграм. В этом чате вам помогут с любым вопросом. Здесь 24 на 7 сидят ребята, которые шарят за крипту и знают решение всех ваших проблем. И это не только админы, там и довольно дружные люди. Они всегда помогают мне, отвечают на вопросы, поэтому советую. В Телеграме я, кстати, провожу больше всего времени из всех соцсетей биржи. Также в Телеграм чате проходят конкурсы, где вы можете бесплатно получить деньги. Также, например, у Биржи Гейт.io сейчас огромный конкурс по рисункам, более 12 тысяч долларов. Это можно узнать или в моем Телеграм-канале, или в канале Биржи Гейт.io, или в моем прошлом видео. Вы там по названию поймете, что это конкурс рисунков. В общем, реально там информация стоящая. В общем, если у вас есть какой-то простой вопрос, и вы не хотите, ну, просто так, вписать в техподдержку, ради какого-то простого вопроса, где ответом на вопрос может быть да или нет, то чат это просто идеальный вариант решения вашего вопроса. А мы переходим к следующему. Это Твиттер. В Твиттер переходим тем же путем, копируем ссылку, в общем-то, вставляем в адресную строку. Тут также постоянные конкурсы, опросы, там выгодные предложения. Но самое важное, в Твиттере, как правило, раньше всех появляется очень важная информация, благодаря которой можно заработать. Ну, например, там, как правило, раньше всего сообщать о каких-то листингах. То есть, если вы, грубо говоря, будете сидеть, мониторить Твиттер, и первыми увидите информацию о том, что монета залистится, то монета из-за этого может вырасти, и вы в теории можете заработать. Также я уже делал об этом видео, можете посмотреть, я говорил, как зарабатывать на листингах вместе с Бирджи Гейтайо. Тут, в общем-то, каждый день разные статьи, криптоновости. В общем, Твиттер топ-тема. Это, наверное, вторая соцсеть, которую я использую от Бирджи Гейтайо. Ну, из минусов можно сказать то, что без VPN вы не зайдете в Твиттер, но мне это не мешает, так что подписываемся на Твиттер Гейтайо. Такс, теперь Ютуб-канал. Канал на Ютубе Гейтайо имеет примерно 27 тысяч подписчиков на момент создания видео. На этом канале, как и на моем, вы сможете найти познавательную информацию о Бирже Гейтайо. Например, я уже выпустил более 30 видео, обучающих про Гейтайо по теории, там, как закидывать средства, как выводить, что такое фьючерсы, маржинальная торговля. В общем, смотрите в моем плейлисте о Бирже Гейтайо более подробно. Из минусов можно подчеркнуть, что этот канал только на английском. Если вы его не знаете, то мало что поймете. Поэтому есть мой канал, где я обозреваю новые нововведения или рассказываю о новых способах заработка с Биржи Гейтайо или без. Так что подписывайтесь. Такс, ВКонтакте. Вот тут я тоже иногда просматриваю сообщество Биржи Гейтайо, потому что все довольно удобно, в отличие от Фейсбук. ВКонтакте все используют, все на русском. Здесь, в строке обсуждения, вы можете задать вопрос или оставить отзыв. Также, как и в Телеграме, здесь проходят конкурсы и опросы. Во вкладке видеозаписи есть интересные и познавательные видосы о Биржи Гейтайо. Кстати, на русском я удивлен. Наверное, ВКонтакте на данный момент является одним из самых удобных способов, но, тем не менее, я бы не сказал, что он такой же быстрый, как Телеграм-чат и Телеграм-новости, поэтому я больше слежу за Телеграмом Биржи Гейтайо. Такс, а Инстаграм? Всем известная сеть, особенно в России. К сожалению, русской странички нет, но, обладая минимальными знаниями английского, вы сможете понять все, что публикуется в английской версии. В основном постят опросы, обновления, ну и, конечно же, любые мемы. Красивый дизайн и легкое объяснение. В актуальных есть общая информация, которая может вам пригодиться. Из минусов же, конечно, ну то, что там не так уж информативно, и второе, то, что нужен VPN, ну я думаю, это не проблема для вас. Такс, Дискорд. Дискорд – платформа обсуждения и продвижения NFC-проектов. Также там есть каналы, где оповещают вас о каких-либо мероприятиях, раздач, подарков. Если вам нужна будет помощь, то в канале Help вы можете обратиться за ней. Ну, в общем, как вы поняли, я рассказал о всех соцсетях Биржи Гейтайо. Если вам понравилось, то напишите в комментариях, что понравилось, что бы вы добавили. А если вам что-то не понравилось, и вы хотите это изменить, то напишите это в комментариях. В общем, подпишитесь на мои соцсети, чтобы меня не потерять, если вдруг YouTube заблокируют, удачи и будьте аккуратны. И внимательны даже ко всем малым деталям, потому что из-за одной маленькой детальки всё может пойти не так.